Снова здравствуйте! Меня вы уже знаете, меня зовут Слава, я явил Панда, пришел к Паше. В этот раз мы расскажем вам немножко более подробно о компаниях Некромунды, ну то есть игры Некромунды. То есть я уже говорил в прошлый раз о том, что игра эта очень интересная, но чтобы полностью она раскрылась, чтобы полностью понять ее смысл, ощутить весь ее колорит, нужно играть не просто обычные игры, тем более не турниры, а играть именно компании. Компании с развитием, с сюжетом, где можно посмотреть, что же станет в итоге с вашим бойцом и кто же в итоге окажется самым хитрым, смелым и успешным. Так вот, компания в Некромунде уже не одна. Когда я вам просто рассказывал о двух книжках, которые вам нужно обязательно принять к сведению, я говорил в том числе и, наверное, в первую очередь вот об этой книжке, книжка, которая называется «Рульбук внезапно». Здесь, помимо правил, у нас находится та самая первая компания. Первая, основная, наверное, чаще всего, в общем-то, людьми играемая под названием «Доминион Кампейн». Вот такая вот замечательная вещь. В чем вообще смысл компании? Зачем в нее играть? В целом не конкретно этой, про эту я расскажу конкретно чуть позже, ну в общих чертах про каждую расскажу. В чем вообще смысл компании? Играть в нее нужно для того, чтобы посмотреть перспективу развития своей банды. То есть не вкинуть в противника максимальное количество ресурсов, чтобы попытаться его забороть в один момент, единовременно. Хотя, возможно, в какой-то стадии кампейна это и будет вашим ключом к победе. Но именно подключить экономическую составляющую, заставлять себя думать на несколько ходов, несколько, может быть, даже недель вперед. И вот это и есть самое интересное в Некромунде. Можно выиграть битву, но проиграть войну. Например, очень большие потери понести, как экономические, так и, в общем-то, физические. И тогда имеет смысл отступить, да? Пусть проиграть какую-то территорию, отдать какую-то репутацию, но при этом сохранить бойцов и в следующий раз вернуться, кому-то хорошенечко накостылять, набрать преимущество и дальше уже таким неким катком пройтись по всем своим оппонентам. Надо думать. То есть у вас нету какого-то единственно верного решения, потому что все зависит от того, с кем вы играете, кто участвует в кампании, какие игроки, какие банды, каких обычно стратегий эти игроки придерживаются, как они себя ведут. А если это люди новые, вы их не знаете, то, наверное, только после первой встречи с таким человеком, вот уже на игровом столе, вы поймете, ага, вот он так обычно делает, знаете, в следующий раз мне нужно подготовиться, а он вот эту пушку купил, а мне нужно знать. А вот эту территорию взял, которая, например, заставляет меня не выводить, бойца на поле боя. Это, естественно, делаки. Все мы любим делаков, приятные оппоненты. Потому что кампания — это намного более комплексная структура, нежели просто обычная игра. Вам нужно думать наперед, вам нужно прикидывать риски и понимать, сдюжите вы или не сдюжите. Потому что если в определенный момент очень сильно перегореть, то дальше наверстывать уже будет очень трудно. Хотя в игре существуют некоторые механики, которые позволяют компенсировать, скажем так, вот этот вот разрыв между человеком, который продвинулся далеко вперед, и тем, кто не очень хорошо себя пока показывает. Но об этом позже. Теперь конкретно про первый базовый кампейн. Вот, как я уже показывал, да, Dominion Campaign. Что это такое? Ну, по сути, это некое противостояние банд за господство в Подулье, за территории непосредственно в Подулье. То есть они занимаются дележкой территории. Ну, чем еще занимаются, да, как бы банды? В любом случае, как бы вы ни относились к домам, за которые вы играете, вы-то играете за банду. Чаще всего, ну, как бы не совсем легальное формирование. Ну, и, может быть, как минимум вы не занимаетесь абсолютно там хорошими вещами. Вам и руки в кровью приходится замарать. И банды, как водится, занимаются дележем территории. Как бы это очень важно. Вот про это кампания есть. Кто молодец, тот и победил. Но тут надо отдать должное, что здесь нету какого-то одного победителя. То есть вот там Иван Пупкин, он молодец, он всех заборол, он победил. Все остальные грустные уходят плакать, значит, в ближайший бар. Нет. Здесь прикольная система триумфов. По-моему, в базовой кампании их пять. Но у нас было больше, и я там вводил дополнительный триумф. Ну, потому что, опять же, да, арбитратор может решать, в принципе, там некоторые дополнения вводить, да, в кампании или наоборот что-то убирать. Вот базовый триумф, по-моему, пять. Это, соответственно, там, у кого-то высокая репутация, кто больше всех там наубивал, кто там больше всех территорий захватил, там, ну и всякое такое. То есть вы можете там проиграть в чем-то одном, но выиграть в чем-то другом. В любом случае вы, скажем так, призер, вам интересно, кайфово. Это возможность, да, там, наградить условно не одного человека за труды и старания, а сразу несколько, например, пять. Ну, конечно, в принципе, один человек может являться носителем нескольких триумфов, но, тем не менее, это далеко не так просто, как кажется. И мы еще вводили дополнительный триумф там, например, за, во-первых, лор. То есть мы очень большое значение передаем лору. И когда, допустим, я создаю группу перед началом кампании, у каждого есть свой, скажем так, домик, свой отсек, свой маленький уголок, в котором можно зайти и написать лор. Я очень приветствую, если люди после каждой игры этот лор продолжают, расписывают и так далее. В общем-то, сам я и другие ребята, да, мы, соответственно, оцениваем, читаем лор каждого. И в итоге кто-то у нас становится самым классным писателем. У нас за это введен отдельный триумф. Возможно, в новом кампании я еще введу триумф за покрас, но посмотрим, если будут желающие, если кому-то будет хотеться потягаться своим, значит, искусством, художественными навыками своими, можно будет сделать. В любом случае, триумфы, да. То есть нет одного победителя, чаще всего, да, есть носители триумфов. Это уже интересно. Сражаемся мы за территорию в Подулии, как я уже говорил. В принципе, любой кампейн в Некрамуде, не только Dominion кампейн, он разделен на три фазы. И чаще всего они по длительности, по крайней мере, как нам советует книжка, но мы также играли, как книжки написаны, нас это устраивает. Он разделен на фазу первую, вторую и третью, да. Конкретно какие они, я расскажу подробнее сейчас, буквально в ближайшее время. В целом, это три фазы. Первая лично длится три недели, вторая длится одну неделю, и третья тоже длится три недели. Вторая фаза, это обычно фаза передышки. Вот фаза передышки, соответственно, у нас происходят разные штуки. Например, там, бойцы, которые лежали в лазарете, они возвращаются в бой. Соответственно, пленные бойцы возвращаются обратно в свои банды, и там, ну, всякое такое. Там, в зависимости от компании, там могут быть дополнительные бонусы, или минусы, или небольшие изменения. Но это некая стадия передышки, в которой все могут выдохнуть, да, там, неделю, скажем так, отдохнуть, понять, что они хотят дальше делать, и продолжить. Ну, тут надо понимать, что речь идет об игровых неделях. То есть, в принципе, вы можете растянуть компанию не на семь реальных недель. Вы можете впихнуть, если вы готовы играть много, у вас ребята приезжают часто, вы можете делать, например, там, в одну реальную неделю впихивать две игровых недели. Сильно зависит от количества игр, которые вы в неделю играете. Это тоже нужно решать среди, в общем-то, тех, кто пришел поиграть, потому что не все готовы приезжать там каждый день играть, и это нормально абсолютно. У нас в среднем получается две игры в неделю. Причем, не обязательно два раза приезжать, если вы смогли договориться, или там, если какая-то другая механика используется для подбора игроков. В общем, если вы можете приехать вечером отыграть две игры, пожалуйста, это могут быть ваши две игры в неделю. Мы играли, скажем так, размеренно, у нас неделя реальная, она была неделя игровой. За полтора месяца сыграли. У нас там время передышки мы сократили немного, ну, потому что всем было интересно, никто не хотел особо сидеть на заднице. Поэтому мы такие отыграли, что окей, передышка прошла, окей, да, вот четверг там решили, и вот там с понедельника уже продолжили играть. Так что, в принципе, немного время кампании сократили. Конкретно по Dominion Campaign. Три фазы. Первая фаза, это фаза захвата. Фаза захвата территории. То есть, когда мы входим в кампейн, каждый создает свой ростер, ростер на тысячу очков. Там есть определенные правила создания ростера, как там создавать ростер в Некрамуде и так далее. Сейчас неважно. Каждый по базовым правилам создает себе игровой ростер своей банды на тысячу очков, на тысячу кредитов. И при этом каждый получает одну, скажем так, несгораемую территорию. Это его settlement, это его hideout какой-то, да. Это их база. То есть, какое-то ваше вот место, место силы, какое-то ваше убежище, ваше логово, в котором ваши ребята чувствуют себя спокойно и там свои делишки какие-то поделывают. Эта территория несгораемая, как я уже говорил, ее нельзя отобрать. То есть, вы не можете ее понять, простить, потерять и вот это вот все. Никто у вас ее не заберет. Эта территория дает там денежку, ну и там дополнительный эффект еще имеет. Первая фаза кампании, ну вот эта фаза захвата, этапа захвата, игроки сражаются за территорией из общего пула территории. То есть, существует некий общий пул. За эти территории его сражаются. Сначала они ничейные. То есть, мы выкладывали пять рандомных территорий сверху колоды и, соответственно, сражались за них, за тех, которые доступны. Потому что только одна территория выходила из списка, мы докладывали новую. В этом первом этапе игроки сражаются за ничейные территории. А во втором этапе кампании игроки уже нападают друг на друга с целью отобрать уже имеющиеся у них территории. То есть, если на первом этапе кампании они из общего пула переходят в владение к игрокам, то во втором, в третьем получается, после перетышки этапе кампании, они уже кочуют от игрока к игроку, и вот кто у кого там понадобирает и так далее. Каким образом распределить, кто на кого нападает, как вообще это, в принципе, все работает? Ну, я вам скажу так. Правильнее всего будет установить это всем вместе, потому что не у всех всегда бывает возможность постоянно приезжать, допустим, вот вам кинули челлендж. Обычно там написано, как в книжке, что вот вам кинули челлендж, вы, соответственно... Если вы соглашаетесь, вы сражаете. Если вы там отказались, то вот территорию вы потеряли. Но мы живем в современном мире, в современных реалиях, и понятно, что если вам там кто-нибудь напишет в понедельник утром, ааа, тебе челлендж, отдавай территорию, и ты такой, блин, у меня как бы отчетность, все дела, я вообще от недели никуда не могу вылезти, и ты теряешь территорию. Так это не работает. Мы делали по-другому. То есть у нас, мы либо там арбитратор, он назначал, то, с кем может сражаться, либо мы договаривались так, что вот там в порядке определенной очереди кто-то кидает челлендж другому игроку, они договариваются о встрече, после встречаются в удобное для каждого из игроков время, сражаются и делят территорию. Но, повторюсь, те моменты, которые Games Workshop не очень хорошо прописывает, даже то, что они прописывают, не всегда устраивает игроков, потому что сколько, скажем так, компаний, вот игроков именно компаний, да, которые играют в Некрамунду, столько и мнений, то есть, да, практически у всех есть какие-то свои хоум-рулы. Например, то же самое знаменитое Ягдтрайб, это, по сути, сообщество геймеров, да, там они очень многие там хоум-рулы ввели в обиход, и многие сейчас, да, приходят, вот там на Ягдтрайбе создает себе растера, они такие, блин, ну, типа, Ягдтрайб позволяет это сделать, ну, потому что там определенные хоум-рулы есть. И, как каждая, наверное, компания людей, она сама определяет, какие хоум-рулы у них будут, что там понерфить, что поднять, чего придерживаться, чего нет, и также каждый для себя определяет эту вот механику подбора игроков. У нас была своя, мы и пользовались. Когда будете играть, попробуйте сначала просто на рандом кидать друг другу челленджи. Со временем у вас придет понимание того, что это не очень хорошо работает, и вы определитесь с тем, как вам нужно поступать. У нас было что-то вроде порядка очереди. То есть первая часть завоевания, вторая часть передышка, третья часть уже откровенная война за территорией. И по результатам у нас получается вот триумфаторы, которые стали там лучшими в тех или иных триумфах. Вот вкратце так это работает. Вторая компания, которая выходила, это компания, которая появилась вот в этой книжке, если не ошибаюсь, Book of Judgment. Здесь, во-первых, насколько я помню, в первый раз появились инфорсеры. Это, собственно, бойцы лорда Хельмавра. Они поддерживают там справедливость, справедливость, закон и порядок. И закон, это не арбитры, да, это инфорсеры, это немножко другое. Там многие, помню, расстроились, когда вышли инфорсеры, потому что, блин, они выглядят как арбитры. Это не арбитры. Но это примерно то же самое, что говорит, что там силы планетарной обороны и имперская гвардия, или кто-нибудь там сейчас с астромилитаром, это одно и то же. Это не одно и то же. Это тоже не одно и то же. То есть это компейн, в котором вы сражаетесь за реки. То есть, грубо говоря, за свое влияние в подулие. Механика, она в целом, она очень похожа на Dominion Campaign. То есть у вас также есть три недели, ой, три этапа. Три недели, недели, еще три недели. Сначала вы там сражаетесь за рэкеты из списка, потом вы отнимаете рэкеты друг у друга. В целом все примерно то же самое. Разница заключается в том, что здесь, ну, как бы больше... Ну, они немножко по-другому работают. То есть они также дают там бонусы, буны и так далее. Кстати, забыла буных рассказать, сейчас расскажу это упущение. Все примерно то же самое, но со своими наворотами. Во-первых, можно выбрать, за какую сторону играешь. То есть теперь не просто банда карет за семья, а можно сражаться либо за законников, либо за аутло, то есть за беззаконие. И у каждого из лагерей есть свои преимущества и слабые стороны. Ну, и там смотришь в зависимости от того, что тебе больше нравится. Ну, или, как я люблю делать, и всем всегда советую, смотрите на лоровую составляющую. Вот как вы считаете, ваша банда, она по вашему лору, она по духу, она кто? Ты так и поступайте. Интересно будет в любом случае. В общем-то, наверное, одна из основных фишек этой компании. Ну, естественно, там добавляется black market. Можно пойти, там, типа, законники покупают на нормальном базаре, скажем так, да, а ребята, которые там не очень законопослушные, они могут на черном рынке пойти, что-то необычное купить. Насколько я помню, здесь даже можно купить ксиное оружие. Что круто. Причем даже не важно, как оно действует, это просто круто. Ну, можно, блин, шурикенную пушку купить ильдарскую из нее шарашить. Это разве не круто? По-моему, круто. Но мне на самом деле больше нравится, если говорить про новые кампейны, вот последний Dark Appraising кампейн, потому что этот, он все еще интересный, то есть он неплохой, но он не так сильно отличается, по моему мнению, многие могут быть не согласны, но, по моему мнению, он не так сильно отличается от базового Dominion кампейна, как мог бы. То есть в целом это, грубо говоря, вот надстройка, доработка, более глубокое что-то. До того, как я скажу про Dark Appraising, я забыл сказать про Бунны, когда я говорил про территории. То есть каждая территория, когда вы ее захватываете, ну, если про Dominion кампейн, например, говорить, она дает вам какой-то эффект. То есть вот территория, например, она там дополнительно дает вам деньги, дает вам какую-то скидку, если вы идете в трейдинг-пост, можешь что-то дешевле купить. Или дает вам возможность двух бичей каких-то нанять перед боем, которые вы споили в таверне, а вот теперь они ваши. Или если вы Делак, то вы споили в таверне никаких непонятных бичей, а бичей из вражеской команды, и поэтому они так сильно нажрались, что теперь у них все очень плохо работает. Они косые, кореновые, и не могут нормально стрелять. Или там, если вы Делак, это прикольно, можно поймать чувака на карточном долге и заставить его не выйти за своих сражаться, потому что он тебе денег должен. Это дитко бесит. Это прикольно. При этом у каждой территории есть базовое действие и дополнительное действие, потому что каждая территория, она сопряжена с какой-то командой. Ну, то есть, например, там всякие туннели, путепроводы и всякое такое, это то, что принадлежит Орлокам. Всякие гадюшники, бары, наркоманские, вот эти все логовища, это все, конечно, в очне Делак. Там всякие высокотехнологические штуки, техбазары и всему подобное, это вансары. Там мусорки, помойки, всякая дрянь, это у нас, конечно, кавдор. Эшерки, химзаводы, больнички, всякое такое. Ну, а галиафы, это заводы, кузни, вот это вот, работу, там что там, рабочим, работу, я забыл, крестьянам свободу, не суть. И каждая территория, она имеет два бонуса. Один базовый бонус, который вы получите в любом случае, если территория вам принадлежит. И расширенный бонус, который, типа, улучшает действие территории. Но его вы получите только в том случае, если это конкретно ваша территория, и она разделяет ваш аффилиейшн, да, то есть она вот принадлежит, как бы вам, вашей банде. И поэтому, естественно, очень многие любят сражаться именно за свои территории, чтобы получить максимальный бонус. Но иногда бывает так, что вам интереснее стырить у противника, потому что она конкретно вашей банде дает очень классные доп-плюшки, а противник не хочет вам ее отдавать. И вот тут уже начинается интерес. Dark Appraising. Что это такое? Про что это вообще компания? Если первая компания, это просто делешь территорий, вторая компания, это, собственно, подковерные игры, там, черный рынок, законники и беззаконие, то вот эта компания, она такая, по задумке более глобальная, она про восстание темных сил в подуле, которое в итоге захватывает весь подуле и там сносит его к чертям собачьим, как огромная снежная лавина. Это интересно. Конкретно в этой книжке, мы когда говорили про банды, я не знаю, сказал ли Паша об этом в своем ролике, но помимо базовых домов есть еще и дополнительные банды, которыми можно играть. Например, это Хаос, культисты, и это Генокульт. На них раньше не было правил, то есть они выходили отдельно, можно было скачать там, по-моему, они в Вайдварфах появлялись, и потом еще скачать можно было. Но впоследствии выпустили замечательную книжечку, вот такую, The Book of Ruin. Если вы собираетесь, как бы, вот Dark Apprising Campaign, вот так, Dark Apprising Campaign играть, то вам это очень сильно пригодится. Здесь, соответственно, в этой книжечке у нас правила, ну, помимо всего прочего, здесь правила на культистов Хаоса обновленные, дополненные, полные, да, вот самые последние, на Корпс Гриндеров, это такие культисты Хаоса на стероидах, которые там все перемалывают, ну, в общем, Корпс Гриндеры. И здесь же правила обновленные и самый последний на генокульт. Так что интересно, все теперь есть, нормальные книжки, без всяких там вайдварфов, без непонятных PDF-ок, купили книжку, все есть. Но не суть. Теперь вернемся обратно, вот, к Dark Apprising. Это, кстати говоря, новый рульбук, самый последний, который лежит, вот, в самом последнем стартере на Некрамунду, когда раньше выходил, я про него рассказывал, уже первый стартер, этот последний, вот, в нем лежит такой же рульбук, как и в первый раз, он тоже, вот, в софт-кавере, ну, он есть. И в нем, собственно, Dark Apprising находится. Естественно, он есть только в этой книжке, потому что Games Workshop, большие, молодцы, в скобочках нет. Так что, да, ну, естественно, все в порядке, можно все уже там, все кому надо знают, где скачать, кому, кто не знает, но кому надо, я думаю, что вы знаете, кому обратиться. В чем же фишка компании? В общем-то, хаос поднимается с колен и начинает рушить, в общем-то, закон и порядок внутри города Улья. И, по сути, компания является противостоянием между силами порядка и силами хаоса. И каждый, кто входит в компанию, он выбирает свой alignment, да, то есть, за кого он будет сражаться, за ордер, за хаос или онлайн. То есть, он может, в принципе, зайти, ну, такой, типа, я как бы еще такая вся неопределившаяся, а там ближе к концу я пойму, что я хочу. При этом, во время игры, можно еще, допустим, скарабриться в хаос при желании. Но есть фракции, которые не могут выбирать. Соответственно, все фракции, которые являются хаосопоклонниками, могут играть только за хаос. Внезапно. Это Хелот-культисты, то есть, обычные хаос-культисты и Корпс Гриндер. Соответственно, еще есть две фракции, которые могут играть только за ордер. Это, соответственно, инфорсеры, по понятным причинам, и внезапно гинокультисты. Я думаю, это мотивирно тем, что гинокультистов, у них как бы свое видение того, что должно происходить в подуле, и как его надо захватить, и что с ним нужно сделать. И вот не надо, чтобы вот эти вот непонятные хаоситы и дебильные пришли, здесь их повырубали, посожрали и начали импортить их планы. Поэтому они лучше вот за порядок и добро, но за свое в перспективе. И вот вы выбираете, соответственно, сторону и вступаете в кампейн. Тут также он разделен на три фазы. Есть немножко другая история с территориями. Здесь каждый получает сразу не одну территорию, а три. Одну специфическую для вашей банды, то есть для ордера, для хаоса. Они немножко отличаются по своим характеристикам, то есть они дают разные плюшки, ну, похожие, но разные. И они хороши в определенных стадиях компании. При этом каждый лаймен получает еще свои уникальные спецплюшки, которые все хороши, без исключения, но они разные. Они разные, и там, допустим, онлайнды получают бонусы на экспириенс, ордеры получают бонусы на голду, например. И компания, она как бы разделена, грубо говоря, на два больших этапа. Не про три этапа, из которых он состоит, а вот идейно. Первое, это пока у нас еще силы порядка превозмогают, восстание только начинается, еще более-менее все под каким-то контролем находится. А вторая часть, это когда уже все. Уже, значит, доходят протесты там и столкновения практически до шпилей, полный пипец в подулье, людей жрут, убивают, режут, хаос господствует, и последние там, как бы из последних сил держащиеся силы ордера там отбиваются, там с саными тряпками от полчищ моральных уродов, вы простите. Это очень интересно. Каждый получает три территории, одну базовую, две рандомные из колоды. И после каждой игровой недели вы смотрите, сколько сценариев выиграл ордер и сколько сценариев выиграл хаос. То есть, когда игра только начинается, первая игровая неделя, у нас считается, что сейчас господство ордера идет, господство порядка. И поэтому его бонусы используют. Там есть такая отдельная шкала, вы смотрите перед игрой, и в зависимости от того, что господство, кидаете, ну, грубо говоря, дополнительные спецэффекты на игру. Это очень прикольно. Это, опять же, добавляет рандома, но это весело, в конце концов. Эта игра вообще, в первую очередь, про то, чтобы было весело, а не про то, чтобы кого-нибудь напырить. Смотрите, допустим, господство ордера, кидается по таблице ордера. Однако, после каждой недели, вот если хаос набил больше очков, то есть, выиграл в большем количестве сценариев, считается, что наступает господство хаоса. Все выбирают одну территорию свою, но в каждой территории у нее есть два действия. Типа, пока она стоит, ну, не разрушенная, и когда она разрушена. И типа, за счет там, выполнений в подулие, за счет там, действий хаоса, за счет того, что люди сходят с ума и бесятся, в общем, территория разрушается. Она перестает действовать обычным образом, начинает действовать по-другому. За каждую неделю, в результате которой хаос господствует, разрушается одна территория. Это прикольно. Во второй условной части кампейна, то есть, третий этап, все неразрушенные территории автоматически разрушаются. И считается на начало этой недели, что теперь господство, ну, третьего этапа, что господство принадлежит хаосу. Хаос окончательно вступил в свои права. И теперь уже игра идет немножко в обратную сторону. Теперь хаоситам проще играть, ордеровцам тяжелее. То есть, сначала ордеровцам проще, хаоситам тяжелее, теперь уже наоборот, хаоситам проще, ордеровцам тяжелее. Интересно. Интересно очень. Более того, в этот момент уже деньги перестают играть такую важную роль, потому что начинается голодание в подоле. И своих бойцов нужно кормить. А мяса не хватает на всех. Мясо можно разными способами доставать. Можно сожрать вражеского бойца, которого захватил в плен. Можно условно списать в утиль своего бойца из ростера и получить за это порцию мяса. Всякие штуки есть возможные. Здесь очень крутые хаоситы, потому что их базовая территория, она дает там очень много мяса, в отличие от территории других фракций. Поэтому вот они, как говорится, сильные во второй части кампании. Перед началом игры вы смотрите, сколько у вас кусков мяса, ну, порции мяса. И вы каждому бойцу, которого стоите на стол, должны выдать порцию мяса. Если вы не выдаете, ему голодно очень. Если вот вы его не выдаете, ему голодно, то с ним всякие штуки происходят. Например, он может наброситься на бойца и попытаться его сожрать, потому что он очень голодный. При этом у него силы слабые, поэтому, допустим, вот он на единицу ухудшает свой параметр силы. Ну, в общем, разные особенности. Это очень интересно. Я считаю, что это прикольный кампейн. Это одна кампания, которая делает в рамках одной игры, да, кампейны. Конечно, общего среди всех трех много, но мне кажется, что вот этот, он все-таки дальше отходит от первого кампейна, от минил кампейна, чем второй. И мне он вот больше интересен. Кстати говоря, в ближайшее время мы как раз будем в него играть. Если кому-то будет интересно, Паша, между прочим, будет в нем принимать активное участие. Может быть, он даже парочку батл-репортов запишет, ну, или как минимум свои какие-то эмоции покажет и расскажет. Так что посмотрим, как все пройдет. Вкратце, если говорить, то вот такие есть три типа компаний в Некрамунде. Я, наверное, немножко сумбурно об этом рассказал, потому что большого опыта работы на камеру у меня нет. Ну, надеюсь, вам хоть что-то было понятно. Если что-то будет непонятно, обязательно пишите комментарии, ну, и как водится, чтобы он не тыкал в меня вонючей палкой. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачи! А мне опять выходить надо из кадра, да? В ту сторону. Я пошел. Пока. А в конце, как всегда, я выражаю огромнейшую благодарность всем тем прекрасным людям, что поддерживают меня на Патреоне и Бусти. А именно Фидель Пиночетов, Артем Севенред, Костя Озерный Хенч, Павел Кузнецов, Василий Сигватрыков, Волбер, Алкан и Гейн, Анатолий Джокер-Коновалов, Игорь Козлов, Евгений Мурул-Сафронов, Влад Призрак-Иванов, Алексей Герыч-Гордеев, Юрий Хмелевской, Андрей Родя-Родионов, Марсель Джаком Абатыршин, Дмитрий Крик-Архипов, Константин Гиллер-Поляков, Никита Райму-Нефедов, Крис Этерн, Артем Арт-Демиденко, Дмитрий Бабин, Тираэль Ворм, Влад Кузьмин, Иван 52 Джокера Копылов, Витол Бош, Невезучий Лочь А.К. Старый, Алексей Элдор Ермаков, а также, конечно же, как всегда, Его Величество, Юрий Дивайн Диван Александров. Спасибо вам еще раз огромное! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!